Надежда Владимировна на одной из кладбищ в Курайлинском сельском округе ходит часто. Говорит, что по зову сердца, души, долга. Год назад женщина похоронила своего сына, еще раньше мужа и племянника. Пенсионерка, узнав о том, что теперь все кладбища переходят в частные руки, огорчилась не на шутку. Ведь и без того смерть близкого человека становится тяжелым испытанием не только в смысле душевных переживаний, но и в смысле затрат на организацию погребения. А сведениям новшества затраты будут просто разорительными и непосильными для их семейного бюджета, считает Надежда Малайдар. Нам не по карману пенсионеры, тем более мы минималку получаем. Сейчас два похорона подряд было. Я не смогу сейчас это самое. И хочется самой сюда попасть. Недалеко, как говорят, где-то там бесплатно будет. То есть у вас нет возможности платить? Нету, нету. Даже я не знаю, как дальше будет. В Курайлинском сельском округе в данный момент насчитывается семь кладбищ, два христианских и пять мусульманских. Три из них подлежат консервации. Городской кемат уже провел конкурс, по итогам которого одна из частных компаний выиграла тендер. Она должна поставить ограду и следить за могилами. Как вы знаете, мы все кладбища города, уже все документации оформили, передали в доверительное управление. Подрядчик, который выиграл на пять лет на доверительном условии, имеет свои обязательства. Это первое – ограждение всей кладбища в течение пяти лет. Второе – санитарное содержание ежедневно и ведение электронной базы. Это один из основных обязательств, который должен выполнить подряд организация. И есть кладбище, которое подлежит консервации. Консервации есть огражденные, есть неогражденные. В основном все кладбище неогражденные. Вот это должны все оградить по их обязательствам. Однако такая реформа жителям села не нравится. Курайлинцы говорят, что с новшеством деньги рекой потекут в частные карманы. Вот это вот, что творится, это просто ракетирское безобразие. На все готовые прийти, хотят, пусть откроют свое малое предприятие, поставят своих конторы. И кто нуждается в этих услугах, пусть они обслуживают. Почему люди должны тратить такие деньги? Мы тут живем долго, давно вернее. Здесь все наши родные, друзья, близкие. Мы ухаживаем за кладбищем. Как можем, конечно, все стараемся. То есть вы вообще против? Конечно, против. Я сам хочу похоронить своего близкого человека. Почему я должен кому-то платить? Я потом хочу сам гроб сделать, может быть. У меня есть возможности для этого. Где-то в другой организации заказать. Сам своими руками умею сделать. Почему я должен кому-то неизвестно, за что платить. Потом возьмут в аренду. За пять лет это кладбище заполнят у нас. Где мы будем дальше остальных людей хоронить. Итак, за рытье могилы и кладку Мазара по априскуранту участники хотят брать чуть свыше 100 тысяч тенге. Но от этих услуг участников сельчане могут и отказаться, уверяют представители городского Акимата. Место все равно на кладбищах будет предоставлено бесплатно. Единственное, за что придется заплатить точно, это 10 тысяч тенге за оформление документов. В частности, внесение умершего в электронную базу всех погребенных и дальнейший санитарный уход за могилкой. Сама встреча сегодня завершилась созданием рабочей группы. В нее, помимо нескольких сельчан, вошли депутаты Акимсельского округа. В течение недели последние должны будут разъяснять народу о новых правилах захоронения. В целом, в самом областном центре имеется 46 кладбищ, 17 подлежат консервации. В дальнейшем в дверительное управление планируется передать все кладбища города. Лиза Цакива, Лимжан Молдабеков, программа «Факт».